В Агдамском районе, как и на других освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, строительные работы приобрели широкий размах. Так, группа журналистов совершает визит в город Агдам. В рамках медиатуры представители СМИ знакомятся со строительными и восстановительными работами в Агдамском районе. Все подробности у моей коллеги Перидуни Малиевой. Она выходит на прямую связь из Агдама. Перид, здравствуй. Здравствуй, Фарид. Приветствую наших телезрителей. Съемочная группа CBC находится в освобожденном от оккупации Агдаме. Здесь, как и во всем Карабахском регионе, полным ходом идут строительные и восстановительные работы. Так, накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии ряда инфраструктурных объектов, ознакомился с проводимыми здесь работами. Сейчас же мы находимся на территории Агдамского промышленного парка, где начали свою работу шесть заводов. А я отмечу, что Агдамский промышленный парк создан под управление Агентства развития экономических зон согласно указу главы государства 28 мая 2021 года. Промышленный парк охватывает территорию площадью 190 гектаров. Целью его создания является возрождение освобожденных от оккупации территории Азербайджана, реализация промышленного потенциала Карабаха, поддержка предпринимательства, а также повышение занятости населения в сфере производства. Ну что ж, ранее мы побывали на заводе по производству электрораспределительного оборудования, электрических розеток и бетонных подстанций. Сейчас же мы находимся на территории завода по производству обуви различного назначения. Ну а подробнее о работах этих заводов и в целом по промышленному парку Агдама нам рассказали в интервью телеканалу Си-Би-Си представители этих предприятий. Давайте послушаем. «Наше предприятие будет производить электрораспределительные устройства мощностью 35 и 10 киловатт, силовые панели и панели управления, а также конденсаторные устройства. Таким образом, впервые в Азербайджане будут производиться зарядные устройства для электромобилей с применением передовых европейских и турецких технологий. На предприятии будут трудоустроено 70 человек, большая часть из которых – жители Агдама. Всего в предприятия планируется инвестировать 3 миллиона монадок». Вновь открытые предприятия в промышленном парке будут заниматься производством электрораспределительного оборудования и электророзеток, кровельных и фасадных покрытий, вентиляционного противопожарного оборудования и различных металлических изделий, а также обоев, обуви, систем автоматики и телемеханики. «С открытием этих шести предприятий количество структур, работающих в промышленных зонах страны, увеличено до 79. Запуск новых предприятий будет стимулировать развитие ненефтяного сектора страны, расширит географию экспорта, ускорит диверсификацию экономики, внесёт важный вклад в повышение занятости населения, а главное поможет возрождению Карабаха. В Агдамский промышленный парк инвестировано более 40 миллионов монадов, создано более 400 постоянных рабочих мест». «Ну что ж, Фарид, я напомню, что съёмочная группа CBC находится в Агдамском районе, и мы знакомимся со строительными и восстановительными работами. У меня на этом всё. Тебе слово». Благодарю Пиари. Моя коллега Пиари Дюни Молива рассказала подробнее о ремонтно-восстановительных работах на территории Агдамского района Азербайджана.